Мы продолжаем с помощью Всевышнего перевода законов Шухонаруха и Диршу, и мы дошли до 11-го параграфа 167-й главы. Им гаю шна и мурабим, если было два или много человек, эхадми варахли кулам. Один может сделать броху для всех. Я перевел слово «может», на самом деле в Шухонарухе не написано «может». Есть те, кто считают, что таки лучше делать броху одному для всех. И, может быть, это имеется в виду Шухонаруха хадми варахли кулам, в смысле, что так должно быть. Это не просто разрешение, а это желательно. Потому что, как известно, брохаама адратмелых. Видавка хасейву. Это если они, значит, сидят дэрэхкева. То есть, если они в те времена, это означало полулежать. Так только люди считают, что серьезно сели за трапезу. Если они просто сидели, это все равно что настоя есть в наше время. А сегодня это, видимо, считается, когда сидят за столом, то это тоже дэрэхкева для нас. Рама добавляет, что если это хозяин дома со своими домочадцами, то это обычно считается, как будто они хасейву, да, уже сели, так сказать, вместе, расселись. А если они не расселись, полунаклонившись в те времена. Так это не считается кевани, как будто вместе в одной группе. Это каждый должен делать свою броху. Если они сказали, что пойдем будем есть в каком-то месте, или в этом месте хлеб. Когда они приготовили место, где будут есть вместе. Это и есть кева. Тогда даже если они не полегли вместе, да, просто в каком-то месте остановились, которое специально приготовлено, это тоже считается кевиут. И вот сейчас он пишет, что в наше время, мы все равно не садимся в полулежа. Значит, для нас сидеть за одним столом, или даже на одну скатерть использовать, допустим, на полу разложили, на земле скатерть, это все равно, что кевиут. Даже для группы, да, не только для хозяина дома со своими домочадцами, но даже просто группа людей, не обязательно близких. Если все сели вместе за стол есть вместе, то это тоже считается как асиба. И говорится дальше, у людей, да, нафилу, каву, маком, ахилатам, о, барабае, тембней, бейто, лома гани. Зато Рад говорит, не помогает, если они место какое-то выбрали, или если хозяин сидит с домочадцами. Это как раз не помогает, алимкен, яшву, только если они сидят, пишу хан-эхат, за одним столом, оби ма па ха-эхат, или с одной скатертью. У нас когда-то в колледже, я помню, что столов было много, ну, большая кафетерия. И в будние дни люди приходили и просто ели в столовой, на ланч какой-нибудь, в кошельной столовой, да, кто когда пришел, тогда ели. Но если люди оказывали за одним столом, они считали, что у них есть квиют, даже если, ну, все друг друга немножко знали, ученики одного колледжа, но они не были друзьями. Если оказывали строя за одним столом, то делали обычно беркат, делали зимун, если хлеб ели. А вот в субботу они считали, что они все в одной группе, то есть все садились за столы, и один делал кидуш для всех, или одна, это все-таки Принстон, да, там и в те времена было более все, так сказать, в отношении мужчин и женщин, да, девочек и мальчиков было все как-то более мягко, скажем так, по-модерному. Во всяком случае, кто-то делал кидуш, мальчик или девочка, и, соответственно, все считали, что они йоцы. И также беркат Амазон сделали все вместе, и зимун делали все вместе. И вот это было не так очевидно, я помню, я когда-то спросил, у нас была программа, так называемая Лейквуд Хавруса, да, что из Лейквуда приезжали ученики, ну, вообще-то уже немолодые люди в основном, да, приезжали ученики Ишивы, то есть у Кололы в основном, да, мой Хавруса ему было тогда, наверное, лет 40 или 50, вот, и я его спросил, да, что, работает ли это вообще, он сказал, что он не уверен, там, стал это узнавать, и так он не заключил ничего, боялся какой-то конкретный писак выдать, считается ли это вообще киют, когда все за своими столами, но, тем не менее, у нас как раз в какой-то степени мы чувствовали, что мы все вместе едим, то есть в отличие от будних дней, в субботу заканчивалась молитва определенное время, и все шли вместе есть, но за одним столом все бы не поместились. Но, действительно, это чувствовалось, что это даже какой-то двор Тора, кто-то из них говорил, кто заранее договаривался, кто будет ли двор Тора в какой-то период времени, и все слушали, то есть это выглядело как синагога немножко, только с той разницей, что в отличие от синагоги, где мальчики и девочки отдельно, да, там все сидели в перемешку, что тоже проблематично, возможно, конечно, не говорю, как я сказал, законов скромности там не очень соблюдалось, но в остальном они следовали писакам, в общем, родоксальных евреев, они тоже следовали в основном шухонаруху, законов скромности там, конечно, в современном мире колледжа там не очень-то, ну, вот в синагоге, конечно, была мехица, а во всех других местах мальчики и девочки делали все вместе, и поэтому я сейчас не обсуждаю вопросы скромности, я обсуждаю лишь запрос, что если есть, допустим, 10 мужчин, то можно делать Зимон, но они не все сидят за одним столом, вообще, есть закон, который он позже опишет насчет Зимона конкретно, что если есть по 3 хотя бы, 3-3, 3-3, например, да, и они друг друга видят, то в некоторых случаях можно сделать сыров, но бывало, что и люди, которые за столами, у которых вообще никого больше нету за столом, может быть, мальчик и несколько девочек, или просто один мальчик сидит за маленьким столиком, были и большие столы, и маленькие, в общем, это все не так просто, но мне кажется, что есть место, во всяком случае, тому, что они делали, с точки зрения вот законов, здесь квьют, так как они так, да, ведь это зависит от места и времени, как Шухонаров пишет, что есть вовремя было вот так, во время Хазар было вот так, но у них, соответственно, то, как они, мы все вместе собирались, и действительно шли есть все вместе после молитвы, и подчеркивали, да, что мы все, вся одна, так сказать, одна большая дружная группа, и кидуш делали вместе для всех, то не исключено, что это работает, есть какой-то квьют в этом, что хотя каждый стоит за своим, сидит за своим столом, во время Хазар, кстати, у каждого были свои столики, говорится, и тем не менее, это была не проблема, то аж так было принято, в общем, как бы там ни было, Шухонаров, значит, пишут, что они должны за одним столом сидеть, или за одной динаметь, одно скажется, но мы еще увидим, что в каких-то случаях есть цирок, если есть тройки, которые за одними столами, у каждой своей группой, потом они друг друга видят, или там вообще официанты, это все будет, Дальше Шухонаров пишет Если они ехали на лошадях, на животных, и сказали, давайте слезем и поедим, да, даже если каждый ест своего куска хлеба, то это не важно, да, цирок здесь не из-за того, что у них общий хлеб, Все равно считается у них одна группа, и один может делать для других броку И более того, он говорит, даже если они Даже если они не спускались с животных, тоже у них может быть квьют То есть в каких-то случаях, даже сидя на животных, все равно, все равно это считается, что у них одна группа Они все стоят на одном месте, да, животные остановились, и они трапезу устроили Но если они продолжают ехать и есть, то это не считается квьют А если они сидят в поле в разных местах и едят, тогда даже если они едят из одного хлеба В одно время из одного каравая Раз они не сделали определенное место, а просто каждый разлегся усталый И стали передавать хлеб, и каждый ест То это не считается квьют Раз они специально место не выделили и едят каждый в отдельности, то они не мецитарфили Пишет Бейр-Хитев Но халь, а фальфи де лаэль катав де лома хани Амира, и на им кен яшву бешулхана хад Хайна бабаит, а в альбасаде де лейка шулхан хави квьют бе Амира бело шулхан Он объясняет, что почему на самом деле вот это скажешь, что они должны все с задним столом стоять, сидеть Без этого, без того, чтобы они сидели с задним столом, или с одной стороны, все это не квьют Это как раз был предыдущий закон А теперь они говорят, что если это в поле, то это считается квьют Если они, каждый на своей лошади Ответ, что в поле по-другому, так как там люди обычно не слезают и просто едят Так если они хотя бы не на ходу, а остановились, вместе есть, то это уже достаточно, чтобы считаться квьют То есть все зависит от ситуации Тоже поддерживает то, что я сказал насчет колледжа Все зависит от ситуации, как именно квьют в данной ситуации Но если они продолжают идти, ехать дальше, тогда не помогает никакой квьют В смысле, да, если они одновременно решили сделать трапезу на ходу, это не считается квьют Видите, сам Бергетев не уверен в случае, если они едут на одной телеге Интересный вопрос, вот это тоже получается, что и в те времена было много подобных вопросов Что считается квьют, так вот если они едут в одной телеге Или сегодня в одном поезде, например, в купе Ну купе, наверное, это квьют, да, купе, ну такое Как бы, как каюта, это одно место В общем, если едут на телеге, он не уверен, считается ли это квьют Если они едят вместе, а телега продолжает ехать А у Бесфина пашут и квьют гамур Ху Но вот если, говорит, они едут на корабле, плывут, это уж точно квьют Да, в чем разница, может быть, телега это такие временные перемещения Они обычно не очень долгие А корабль сделан, чтобы там подолгу жили Иногда днями и неделями люди живут на корабле Поэтому это их дом, пусть даже двигающийся Как раз вот Диршу обсуждают от имени Рухашуха на случай поезда И говорят, что он написал, что это считается циров Что это мамаша считается, да, как дом Он имеет вновь на купе, потому что если едут все просто на скамеечках, да, как на электричке То это, может быть, не считается так уж как дом Но когда это как купе, это действительно как дом Вот, но на всяком случае это все, если они сидят вместе, как он говорит, рядом друг с другом А не в разных местах В общем, многое непонятно, да, что считается квьют, что не считается Сейчас он обсуждает не в отношении Зимона, а в отношении того, что один делает броху для всех И можно было бы подобного вопрос спросить в случаях субботы Просто суббота обычно люди не на поезде, но на корабле они могут быть, в принципе, в каких-то ситуациях Если не еврейский корабль, да, то можно представить себе, что в субботу будут еще навками насчет кидуша делать Или один кидуш для всех Итак, продолжим, шуханарах В любом случае, бедевят, как иется всегда насчет брохи решенной Он сейчас не говорит про Зимона, другие вопросы, но в следующем случае, насчет брохи решенной Бедевят это всегда срабатывает, да, если люди стояли, например, рядом друг с другом И один стоял с геоброху, или если не было у них никакой квьют В любом случае, бедевят хотя бы броха, если он имел в виду включить второго, а второй имел в виду быть йоц Бедевят это помогает Но не все с этим согласны, как бы Ирхитель здесь пишет Царих июн, это когда они не уверены в чем-то И говорят, нужно еще это, это скромное просто выражение, да, нужно для них еще думать И есть решением, которое их считают по-другому Но пишет здесь Мишнобрура, что Гра согласился в этом с шуханарухом И известно, что Мишнобрура в основном в случаях диспута о Хроним полагается на Гра Ну и в любом случае, сафик брохот ли Акель, да, что теперь делать Уже если он йоцый по мнениям шуханаруха и Гра, то без сомнения, бедевят, во всяком случае, он не может новую броху делать Разве что стоит ли сделать специально какой-то гефсек, чтобы потом сделать самому броху, да, если человек понял сразу после брохи, что неправильно они поступили и не было квьют В общем, не особо, да, ситуация, имеющая навками на все, я частую Следующий закон Если много людей Тогда лучше, чтобы ломал хлеб тот, кто из них более важный, больше мудрец, наверное Если они равны Если они равны Если один из них коин Тогда митцва давать коину вперед идти Есть такая идея, что коинам, как говорит Тора, нужно особо их уважать И кида что, говорит Тора, освещай его, да, и говорят Хазаль, освещай, чтобы он первым начинал все и так далее Но, в принципе, они дальше, что в большинстве случаев мы говорим это только по отношению к коину, который в других вещах не хуже, чем остальные Но он и не лучше, поэтому ему дают привилегию из-за того, что он коин Но если он, например, необразованный коин, мы не должны его давка пропускать всегда вперед перед мудрецом Торы То Тора всегда важнее, чем Кихуна Но интересно, что в брохах на Тору, когда вызывают к Тору, мы знаем, что коина вызывают всегда первым Неважно, есть ли Талмиды Хахамим в синагоге И является ли коин совсем необразованным амарайцем Сейчас как раз Шханах будет говорить про данную броху Если коин необразованный, тогда лучше выбрать образованного человека, знающего Тору Если коин мудрец, но не такой же мудрец, как второй Тогда лучше все равно дать коину первое Раз они оба мудрецы Торы, то это уже не то, что он неуважение к Торе, если амарайца пропустят вперед В данном случае он тоже знающий Тору, но не такой мудрец То лучше ему дать первое место Но это не обязательно, он говорит Там про Зимон будет речь идти, кажется Еще говорится, что если есть среди них хозяин этого хлеба и этой еды Тогда всегда лучше, чтобы он ломал хлеб Это же его хлеб, он будет, как говорится, гостеприимство этим выражать Отламывать большой кусок каждому Даже если гость больший по калибру, да, человек Больший мудрец или коин Считает Рома, что следует перед этим, да, чтобы поймать внимание всех Берешут сказать Берешут Мурайвера Ботай С разрешением моих раввинов и моих учителей Окей Пишет Бер-Хейтеф Боцеа Если ты говоришь, то ему дают ломать хлеб Он самый важный Он же королю подобен Что есть больше людей среди собравшихся Ло Это идет на слова, что не пускать вперед Ама-Арица перед Коином То есть перед Тармит-Хахамом Что если Коин Ама-Арица, то лучше Тармит-Хахама Магдим Он на первом месте И на это говорит Бер-Хейтеф Но если сам Тармит-Хахам разрешает Коину быть первым То это не проблема Это не то, что Дер-Хок Он всегда пропускает вперед Коина Показывает им, что Тору он не считает такой же важной А Кихуна важнее Это неправильно Это безайон Торы Но если он когда-то хочет пропустить Коина вперед По тем или иным причинам То это его право Во всех этих законах он может пропустить, в принципе, кому положено Пропустить кого-то другого Бах говорит Бах считает, что все равно пусть так не делает Лучше быть строгим и не давать Ама-Арицев Броху делать, когда есть Ама-Ариц Тогда лучше пропустить вперед Коина, если даже есть больший мудрец У Маарих Ямим веках Он тогда будет долго жить В смысле, видимо, мудрец Торы, который большой очень мудрец Пропустил вперед другого мудреца Не такого большого, но Коина Это приводит к долголетию Пишет, да, и дальше вот насчет Боцея Что если есть Балабай, то он Боцея Пишет на это Бе-Гейтеф Боцея винахагула халок кавод ле орех Все равно обычай давать, говорит, сделать броку и ломать хлеб гостю Не знаю, что он имеет в виду Говорит, что он может так, видимо, сделать Но не всегда так делали тогда Сегодня, видимо, хочется сказать, что обычай так делать Я не знаю, где такой обычай Сегодня, я только бывал в основном на субботних трапезах у людях Но всегда делает Броху и Китуш И все делает обычно хозяин дома Диршу здесь приводит, что вот насчет того, что Броха Решона засчитывается Даже если человек не имел кавиуд Бедеевит хотя бы Как считает Шухонарух Что же там относится к Брохьяхроне Бедеевит Еще они приводят, что Леви тоже имеет определенное преимущество Поэтому, если нету Коэна, то если есть Леви, то ему следует дать Ну, опять же, если он не Амарец Окей, продолжим Шухонарух И намисубим расшаем литом Атши етома боцея Нельзя даже пробовать пищу, начать есть, пока не начнет есть тот, кто сделал Броху Он может пока раздавать пищу, в смысле Да, что он еще не начал есть Те, кто сделал Броху Он может пока что раздавать куски хлеба каждому Просто они не должны есть, пока он не начнет есть Все это все законно, если они все полагаются на кусок хлеба, который он им дал Тогда они не должны есть до него, должна Броха его лечь на его кусок хлеба Но если каждый ест свой хлеб Венку ламску ким лакикар шибия лабоцея Им не нужен его хлеб Тогда расшаем литом и кодом Тогда каждый может начинать есть сразу, как только услышали Броху, ответили омену, едят Вимку шабата, вот в субботу Царих ши ели фнея мисубим леха мишна Тогда, если они хотят есть до него То у каждого должен быть леха мишна Два хлеба, два караваи, две буки Хуцьми машили фнея муцея Кроме того, что перед тем, кто ломает хлеб Виазы юрешаем литом кодом ауцея Тогда они тоже могут начинать есть, как мы сказали, до него То есть у них нету леха мишна Тогда им нужно его леха мишна Чтобы выполнить заповедь леха мишна И тогда они не едят, пока он не начнет есть Эйн абуцея расшали в цуачи Ихале аменми пирова Они, как мы знаем, ломают хлеб, только когда услышали уже амен Потому что они должны ответить на броху И, соответственно, большинство хотя бы должны ответить Если кто-то очень долго отвечает, его не обязательно ждать Теперь, значит, тот, кто сломал Он первым потом имеет право и к тарелке протягивать руку Брать какую-то еду Но может дать эту привилегию кому-то другому У них все было, видите, как чинно Кто первый протягивает руку к общей тарелке с пирожками, допустим, или с фруктами, или с чем-то Боцея дает каждому кусочек хлеба Не в руки, а именно перед ним Чтобы не передавать в руки, иначе он выглядит, как авель, как скорбище Потому что скорбище дают прямо в руки иду Значит, мне скорбище не дают Да, как говорится Это стих из Ермияху Я не знаю, это слова Рома или это просто добавили Соответственно, это Рома, да? Это не просто издательство добавило, чтобы объяснить сами слова Если человек сам не ест с ними, он не может для них сделать хамоцы Но можно обучать детей, даже имя Всевышнего использовать То есть делать брохи с ними и учить их Так, или для них делать брохи, чтобы они научились Говорит, что биргат хамоцы невозможно делать, если сам не ешь Даже в субботу Казалось, в субботу все равно он обязан есть хлеб Это как митцва, все равно нельзя делать брох хамоцы для него Если сам не ешь Единственное исключение из хамоцы, это Если едят в ночь на песах мацу Вот это уже такая митцва, что становится как биргат митцво от броха хамоцы И поэтому можно сделать броху, даже если сам с ним не ешь Также броху на вино накидыш тоже, это митцва Поэтому можно делать, даже если сам с ними не пьешь Даже утренний кидыш Лучше всего есть тот кусок хлеба, на который он ломал Лучше съесть его прежде, чем есть остальной хлеб Чтобы его с удовольствием есть Это из-за любви к митцве Приведем биргат хамоцев оставшийся Насчет берешут мурави работай, на гагу ли то решут кодами ми коэн кодами там итхахам Берешут такой ген, если есть там коэн Типа я с вашего разрешения делаю брохи Многие так говорят, но не все эти нусы говорят Берешут такой ген, берешут мурави работай Если коэн его не разрешал, то не помогает этот берешут Пруса Говорит, нельзя кидать хлеб То есть, когда передают хлеб друг к другу Он дает всем хлеб, кладет перед ними, но не кидает Поэтому иногда передают через несколько человек Они друг другу передают, чтобы до конца стола дошли куски хлеба Авель В субботу и Авелю кладут хлеб перед ним Хамоцы Вехуха один бехоль биркат ханаганим Хамоцы на все брохи Нельзя делать для человека, который Если сам с ним не ешь Или не получаешь это удовольствие Если запахи, например Лектаним Обучать детей, даже если они чужие дети Все равно можно И имена Всевышнего Можно тогда говорить Это Насчет того, чтобы есть литаавон Кусочек хлеба, на который сделали броху Некоторые говорят наоборот В конце съесть этот кусок Поэтому съешь кусочек в начале, кусочек в конце Поэтому не следует отдавать не евреям или животным Этот кусок хлеба То есть не считая, что хлеб, на который сделали броху Имеет какой-то особый статус, что ли, особый митцва Поэтому не следует даже давать его И следует его съесть в конце трапезу Тоже лихие митцва Я думаю, что больше что людей это не делают Не беспокоятся о том, чтобы оставить кусок, на который сделали эмоции Которые ломали в начале Именно до конца трапезы Чтобы в конце еще поесть от него Не слышал, чтобы так люди делали И на этом закончили наш урок Мы дошли до главы кусок Самый хэт Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok